Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня мы будем говорить о страхах и фобиях. Вот для такого серьезного разговора я пригласила психолога и психотерапевта Ольгу Счастливцеву. Оля, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда! Ну, страхи и фобии. Вообще, сначала начнем с того. Знакомы ли вам вообще вот эти состояния, о которых мы сегодня будем разговаривать? Конечно же, знакомы. Я человек, а как человек я не могу не испытывать эмоции, чувств, а страх ничто иное, как эмоция, причем настолько сильнейшая, что, конечно же, я знакома с ней. Отлично! То есть говорим не просто теоретически, но и практически, да? Абсолютно, абсолютно. Только практика жизни. Итак, чем страх отличается от фобии? Сначала, наверное, что такое страх? Потому что в моей практике я сталкиваюсь с тем, что люди не всегда понимают. Они приходят и говорят, у меня вот есть фобия, да? На самом деле, описывают ситуации, которые происходят. Это всего лишь эмоциональное состояние, которым является страх. Эмоциональное состояние. Вы знаете, мне очень нравится не психологическое определение, научное из словаря, а житейское, может быть, страх. Это состояние, когда мы боимся чего-то, что еще не произошло, и, возможно, никогда не произойдет. Так, действительно так. Причем, естественно, природный страх, в отличие от фобии, не зависит от определенных ситуаций или вообще от наших своих представлений, да? Да. Что нам дает вот это самое состояние страха? Вообще страх – это, конечно же, переживание того, что действительно еще не случилось. Это тревожное состояние по поводу будущего. Вот когда человек чего-то боится, на сто процентов можно сказать, что он своими мыслями живет в будущем, а поскольку тело еще не успело оказаться в этом будущем, видимо, есть в психике некоторая несостыковка, эмоции живут там, тело еще здесь, конечно же, от этого разрыва появляется чувство страха. И более того, мне хотелось бы обратиться к нашему русскому языку, к букице славянской, и поговорить о страхах с этой точки зрения. Так, это очень интересно. Да, согласна. Вот страх, в слове страх есть две буквы рядышком – РА. Очень многим известно, что РА – это бог солнца в славянской культуре. То есть, что такое солнце? Это энергия жизни. Солнышко светит, у нас распускаются цветы, деревья, листья на деревьях. То есть, это энергия развития, это энергия творчества, это энергия трансформации. Солнце – это как раз-таки образование чего-то нового, чего еще не было. Так вот, вернемся к слову. Энергия жизни, творчества и развития, двигаясь вместе с нами, натыкается на препятствие. Препятствие в этом слове – это буква Х. Если мы вспомним, как она пишется, то это крестик. Да, то есть, энергия солнца и развития упирается в препятствие. Так. Соответственно, страхов-то нету. Нет. Нету. То есть, всего лишь мешает буква Х. Всего лишь мешает некое препятствие, которое необходимо преодолеть. И вообще говорят, что когда страшно, иди туда, где страшно. Единственный способ преодолеть – прожить. Да, ну, отлично. А вот об этом мы еще тоже поговорим более подробно, да? Обязательно. Хорошо. Потому что сейчас нам некоторые слушатели могут сказать, ну, так легко решить эти вопросы со страхами, слушая вас, очаровательные девушки. Но, пожалуйста, нам об этом поподробнее. Вот я еще только хочу прочитать для себя, вот тоже, когда готовилась к программе, поняла, что очень много литературы, очень много таких хороших рекомендаций, да, и осознание того, что страх – это вот, как правильно, да, вы сказали, что нет препятствий. Да, ну, точнее, вот, да, препятствий есть, но надо преодолеть его и идти дальше, да, чтобы вот эта самая энергия у вас была. Но ведь у страха, вот у этой эмоции есть определенная функция, да? Вот, например, какие функции? Информативная функция. Страх нас что делает? Предупреждает, да? Он нас информирует. Вот тут может быть вот это самое препятствие, да? Ну, вот страх информирует. Кстати говоря, разделить бы еще хорошо было бы страх и фобию. Вот, например, огонь – это горячо и опасно для физического здоровья. И если сунуть руку в огонь, это больно. Тогда страх огня – это реально страх. То есть он дает нам информацию об опасности. А фобия – это как раз-таки то самое эмоциональное переживание, которое, как правило, не имеет отношения к реальности. Помните, в самом начале мы сказали, это то, что, возможно, никогда не случится. Действительно так. И так возвращаемся опять-таки к страхам, потому что о фобии мы сегодня еще поговорим. Какие функции у страха есть? Информативная, оградительная, да? То есть если мне страшно, например, да, то я, значит, может быть, это даже не буду делать, да? И во многих случаях это хорошо. Дальше, адаптационная. Потому что когда, например, ребенок переходит даже вот в эту же… Из одного коллектива в другой он тоже испытывает определенные страхи, да? Но этот страх ему помогает иногда даже не то, что там быть в дезадаптации, а наоборот адаптироваться, да? Вот к этому мальчику лучше, например, не подходить, потому что он большой, там, тяжелый, там, да, имеет, ну, там, кулак такой, что мало не покажет. А вот с этим ребенком можно. То есть вот этот страх он останавливает и помогает адаптироваться, да? Еще одна функция мне понравилась, исследовательская. Вот вроде бы так, ну, а при чем тут страх, скажем мы, да? Ну, ведь… Напрямую. Напрямую, да. Потому что вот, например, когда говорят о том, что у нас есть страх темноты. Да. Это вообще изначальный, да, страх, который присутствует, мне кажется, у каждого человека, даже вот таких серьезных мужчин, которые говорят, да нет, что вы, какая темнота, о чем вы говорите? Конечно, он присутствует у всех, он же базовый, потому что он появляется в детстве в районе лет трех. И мы еще к детским страхам вернемся и поподробнее расскажу об этом. Да, действительно. И вот именно те люди, которые не побоялись, преодолели этот страх, например, проводили исследования те или иные, да? То есть изучали там, да, себя, там, поведение других, да? Это же тоже определенная функция, с помощью которой отработались очень многие качества характера, да? Конечно. Ну и что, поисковая, да, оказываться в темноте мы тоже можем, или не только в темноте, а вообще, когда мы что-то, чего-то очень сильно боимся, мы ищем пути обхода этого страха, да? И в той или иной ситуации. Так что, представляете, вот сколько функций несет вроде бы такое негативное сначала, да, на наш взгляд? Да, негативное, но на самом деле развивающее. Это действительно так. Опять-таки, возвращаясь к тому, что все-таки страх – это энергия развития, вот того самого Солнца, которое просто ищет варианты, с какой стороны лучше выйти. Хорошо. Давайте про страхи, вот Вы говорили про детские и взрослые, есть такие, да? Да. Делят страхи на детские и взрослые, но по большому счету, поскольку внутри нас всегда есть маленький ребенок внутри, то и взрослые способны переживать страхи, которые свойственны детям. Но начнем сначала с детей. Действительно, детские страхи, их природа иррациональна, она эмоциональна, и она связана с пониманием себя как части этого мира. Поэтому дети боятся чего? Боятся темноты, дети боятся сказочных героев. Баба-яга. Например, да. Или драконов боятся, или какого-нибудь бабайки под кроватью. Вот у нас дочке 4 года, откуда она это услышала, в семье мы этим не пользуемся, может быть, где-то вот уже в садике. Бабайка. Я его боюсь. И как он выглядит, я не знаю, но я уже боюсь. Вот у детей страхи иррациональны, и они говорят о том, что ребенок воспринимает себя частью этого мира. Бывают страхи подростковые. Они уже связаны с тем, что подросток воспринимает себя этим миром. Поэтому у подростка могут быть страхи, например, публичных выступлений. Ну, например, ответа на уроки. Да, это агорофобия по-научному. И, в общем-то, страх замкнутого пространства. Клаустрофобия. Да, клаустрофобия. Отчасти это страх смерти. Страх одиночества тоже может включаться. Более того, есть страхи родительские. То есть это взрослые? Уже взрослые, да, когда мужчина и женщина становятся родителями, мамой или папой. Но все-таки родительские страхи, они больше свойственны женщинам, мамам. И вот тут очень интересная схема, почему. Всем известно, я думаю, что наши слушатели сейчас, вспоминая свой собственный опыт, могут согласиться, что да, женщины более тревожны. Женщины более чутко спят и просыпаются от каждого шороха в детской кроватке. Ну и слава Богу, да, что нас природа наделила вот этими качествами. С одной стороны, слава Богу. А с другой стороны, очень интересно, почему, с чем это связано. А вот природа такова, что когда женщина носит в утробе дитё, то она с ним на связи 24 часа в сутки. Женщина способна очень быстро среагировать на любые изменения. Она чувствует и психологически, по сути говоря, маленький мир внутри неё находится под её контролем. Это её субъективное восприятие, но тем не менее оно такое. Когда ребёнок рождается, то связь внутренняя, она исчезает. И исчезает и физиологическая связь, и физическая связь. А вот эмоциональная остаётся? Эмоциональная остаётся, да. Но её, видимо, недостаточно. И поэтому вот это состояние контроля, которое было, оно переходит в страх. И женщина начинает тревожиться. Очень многие мамы, я и по себе знаю, эта тревожность, она появляется. Потому что уже нет механизмов управления ребёнком, которые были раньше внутри её тела. И какой же здесь может быть выход? Потому что если жить в таком напряжении, ну, в общем-то... Нет, лучше не жить в таком напряжении. Лучше не жить. Способ очень простой. Противоположное состояние контролю – это состояние доверия. Да, поэтому здесь нужно научиться доверять тому миру, который рядом с тобой. И с твоим ребёнком. Да, миру твоего ребёнка. Потому что ребёнок... Вот какая мысль может помочь? Ребёнок – это целостное создание, которое внутри себя имеет все ресурсы, все механизмы и жить, и выжить в этом мире. И задача мамы – не соломку подстелить заранее, а задача мамы – создать условия, чтобы ребёнок мог полноценно развиваться, адаптироваться к этому миру. Ну, а страхи, как вы думаете, они создают условия для этого или они забирают? Конечно же, не создают, потому что они забирают. Ну, и ещё, наверное, можно проговорить очень важный момент, что иногда наши родительские страхи, они очень чётко проявляются в жизни ребёнка. Однозначно, я в своей практике профессионально заметила, что родители, которые обращаются с проблемами, что ребёнок боится, ребёнок тревожный, ребёнок не уверен, выясняется, что до 90% страхов, даже бывает иногда 98, это страхи, которыми родители наградили своих детей, и к ребёнку они не имеют никакого отношения. Если хотите, могу привести пример. Да, конечно. Бывает, что, допустим, мама или папа раньше в детстве боялись, например, кошек. Они же царапаются, они ещё, бывает, шипят и напрыгивают с дерева, например, да, прыгнут и вот... Что с этим делать? Что с этим делать? И поэтому мама, например, возьмём маму. Нет, давайте не возьмём маму, давайте возьмём просто родитель. Хорошо. Родитель, видя кошку, рядом со своим малышом годовалым, говорит, не подходи, не подходи, я тебе сказала. И вдруг эта кошка, среагировав, конечно же, на родителя, начинает шипеть. Ребёнок начинает плакать. Родитель говорит, я же тебе говорил, что к ним подходить нельзя. И всё, ребёнок эту установку принял как свою. И теперь он думает, что кошке это опасно, и я теперь буду этого бояться. Да, вот так мы взрослые и формируем у детей до 98% страхов. Это моё наблюдение. Да, и мало того, вот тоже приведу примеры, да, и в литературе описаны, и в практике такое встречается, когда, например, приходит семейная пара, приводит ребёнка и говорят, что у ребёнка проблемы с запорами, да. Это же тоже мы с вами по телесной психологии понимаем, что это опять-таки страх чего-либо, да, и этот страх, скорее всего, идёт, если в маленьком возрасте у ребёнка, да, эти запоры, то это вопросы уже опять-таки работы с родителями, да. Однозначно. То есть не только эмоционально, психологически, да, ребёнок взаимодействует со страхами родителя, но и даже может уже своим телом, своими телесными реакциями отвечать на вот эти самые страхи. Конечно, мы же всё, наш жар, если сказать, что человек – это тело, никто, наверное, с этим не согласится. Человек – это и тело, и эмоции, душа наша, да, поэтому, конечно, детки часто реагируют ещё и телесно. Для родителей это тоже ключ – задаться вопросами. Да. Итак, Оля, давайте попробуем несколько таких, так, перейти к фобе, да, мне хочется таких практических моментов, как можно справляться со страхами. Ведь это не обязательно, ну, да, вот это такие прямо опишем несколько этапов. Да, конечно, со страхами вам может помочь справиться психолог, да, может помочь справиться психотерапевт, но ещё вы сами, прежде всего, у себя есть, как говорится, да, в пословице, что у Бога только ваши руки, поэтому, если вы хотите, чтобы вам было легко жить, чтобы вам было ярко, чтобы вы могли ярко жить, да, значит, надо со страхами справляться. Что у нас самое первое? Самое такое простое – это нужно убегать. Самый простой вариант, который часто делают люди, не обращаясь к специалистам, это убегать от страха. Пример самый простой, да, страдающая аэрофобией, может отказаться, например, вообще от авиаперелётов, да, и путешествовать наземным транспортом, да, и пешком там вокруг света. Ну, то есть, вроде бы, реальный выход, да? Реальный выход, да? Но долго ли вы будете, вот, ну, вот, да, долго ли вы будете жить? Жизнь, жизнь-то же всё равно создаст ситуации, когда, если эта энергия страха блокирует какое-то вот движение в жизни творческое, какой-то выход за пределы привычного болота, я это называю, зона комфорта звучит как-то так приятно, из неё и выходить неохота. Не хочу. Я это называю зоной болота уже привычного. Если наша психика, нервная система очень мудрая, поэтому если бессознательное человека понимает, что этот страх летать на самолётах уже сдерживает, например, профессиональный рост, перекрывает какие-то глобальные значимые возможности по жизни, то ситуация будет создана для того, чтобы человек уже выбрал, или он боится дальше, либо он делает шаг и становится сильным. Становится сильным. Хорошо, ещё есть один метод, да? Откладывают беспокойство. То есть, да, я вроде бы, я вроде бы осознаю, что я этого боюсь, да, но я могу отложить это самое беспокойство. Чуть-чуть, да? Да, вот сейчас поговорим, да, вот я нашла очень хорошую методику в литературе, да. Итак, значит, что основное условие для успешного результата данного метода, это однозначно признание наличия, то есть навязчивый страх у меня присутствует, и я разрешаю себе бояться. Да? Ну, то есть я осознал, что я этого боюсь, и я себе разрешаю. Да, я этого боюсь, да. Но необходимо, значит, нам специалисты предлагают, необходимо в день выделить 15 минут для тренировки, да, значит, отводится определённый промежуток времени, и необходимо осознать, то есть вот прямо, я понимаю, до какой степени я вот этого боюсь, осознать, насколько меня это ограничивает, да, ну, то есть как бы вот, и как мне в этом ограничение, мне ещё становится страшнее или нет, да? Да, дальше, дальше проговаривать вслух. Да, я боюсь, но я готов, да, там... Я боюсь и я готов с этим что-то делать? Да. Это очень сильно на самом деле. Это ещё надо какой смелости набраться, признать себе, что да, во мне этот страх есть. Трансформация, да, вот этот момент готовности к трансформации. Я хочу что-то трансформировать, вот это состояние страха во что-то другое. И вот тут надо подумать во что. То есть, в принципе, с этой методикой тоже может работать человек. Может, но мне кажется, может абсолютно только необходимо иметь навык и сноровку вообще работы с собой. Кто такую практику имеет и занимается саморазвитием, вообще вот прям золотой метод. А те, кто, например, не чувствует в себе этих сил, всегда можно обратиться к специалисту. Ну вот смотрите, примерно по этой же методике мы с вами работаем с детьми, да, когда просим ребёнка осознать, да, то есть, ну что это такое, ты расскажи, как вот этот зуб бабайка у тебя выглядит, да, давай мы с тобой его нарисуем, а теперь давай мы с тобой его, может, трансформируем, подрисуем что-то или изменим, или вылепим из пластилина, да, и вот он страшный или не страшный? Нет, не страшный. А если ещё добавить что-то смешное ему, да, чтобы он стал весёлым? Так. А потом, если мы начинаем, например, разыгрывать, да, уже, можно сказать, сказкотерапия, да, с этим же образом, если этот страх, мы опять-таки, да, сейчас про детские говорим, да, 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 да. Хотя и со взрослыми великолепные эти методики работают. Да, тоже работает. Да, если мы попробуем бабайку этого, да, подружить с тобой, с девочкой Олей, с девочкой Надей, да, то посмотри, он уже нам улыбается, он уже не такой страшный, и вообще он не сидит под кроватью, да, да, а он вот здесь рядом с нами вместе пьёт чай. То есть получается, секрет вот этой трансформации страха в ресурс в чём? В том, что мы просто помогаем ребёнку изменить мысли об этом. То есть секрет управления своей жизнью на самом деле очень прост. Надо уметь переключать свои мысли. И если мы думаем про плохое, нам становится плохо. Если мы на эту же ситуацию или на этого же бабайку можем посмотреть с другой стороны, то совсем уже другая история и получается. Кстати говоря, вот вы сказали, что эти методы работают очень хорошо с взрослыми. Могу привести пример. Вот всем, наверное, знакома ситуация, что есть в жизни люди, которых мы побаиваемся. Или, допустим, встречи... Или волнуемся. Или волнуемся. Или вот как-то вот эта внутренняя тревога, желание как-то бы избежать. Но иногда этих встреч не избежать. А иногда мы боимся довольно близких нам людей, кого-то из родственников. Вот, допустим, детям предлагается, если они боятся бабайку, то им предлагается, например, а давай мы с тобой подумаем. Вот когда кто-то злится или ругается, ему чего-то не хватает. Что не хватает этому бабайке? Может, ему конфет надо? Да. Или, может быть, он чувствует себя одиноким? Давай мы ему нарисуем эти конфеты или игрушки, или друзей. Это так с детьми. Как ситуация со взрослыми? У нас уже вместо бабайк конкретные люди бывают. Тот же самый вопрос. Вот когда этот человек злится, а как вы думаете, чего ему не хватает? Ну, какого ресурса? Может быть, он чувствует себя одиноким? Или, может быть, этому человеку не хватает ощущения любви, и что его принимают? И его агрессивное поведение – это лишь защитная реакция. И вот когда со взрослым начинаешь разговаривать, так, то тема меняется сразу же. Уходит страх, появляется понимание того человека, как бы я уже на его стороне. То есть я понимаю, что да, ему плохо, ему не очень хорошо, но как на него злиться уже? Идёт принятие, отпускает напряжение и страх. Что этому человеку нужно? Допустим, он, может быть, нуждается, чтобы его принимали таким, какой он есть. Как этому человеку, конкретному, которого ты боишься и напрягаешься, как продемонстрировать, что именно ты его принимаешь? Ну, зная конкретного человека, можно уже эти методы и придумать, потому что часто мы боремся, когда на нас нападают, мы начинаем защищаться, да, или оправдываться. Абсолютно нормальная реакция, мне кажется, да? Она, это именно импульсивная реакция, естественная, защитная. А когда мы понимаем, что он не нападает, а он защищается, а просто страдает, да-да-да, то поведение начинает меняться, и поведение того страдающего тоже начинает меняться по отношению к вам. Это такая хорошая форма самодисциплины, своих эмоций, и способ облегчить себе жизнь. Отлично. Спасибо большое, Оля. Давайте продолжать будем, да? С удовольствием. Практическими рекомендациями, как же можно справиться со страхами, да? Вот, например, я в своей практике использую такой метод, мне он тоже очень нравится, это описание своих страхов. Причем, вот смотрите, когда мы просто проговариваем, это одно, а когда вы берете ручку и бумажку, вы же понимаете, да? Да. Все, вот мы сейчас понимаем, мы объясним, да, о том, что наши руки очень сильно взаимосвязаны с корой головного мозга, и поэтому, когда мы с вами берем ручку и на чистом листе бумаги начинаем прямо в течение дня фиксировать свои негативные ощущения, стараясь описывать прямо каждый момент, да, каждую эмоцию, высказывать все, что я вообще чувствую, да, вот именно словами, да, по поводу вот этого страха, да, по поводу вот этой ситуации, там, или еще чего-то, да, то эта техника дает нам с вами отличные результаты, потому что со временем ежедневное описание страхов становится, ну, как бы для человека такой, можно сказать, нудной обязанностью, и даже возникает желание, некоторые клиенты говорят, да, Господи, по-моему, мой страх уже даже и выеденного яйца не стоит, да, но вот это же нужно было столько раз прописать, чтобы прожить и понять, и вот эта техника, вот она вообще золотая, я сколько работала, да, со страхами, ее может сделать даже человек, не обращаясь к психологу, совершенно верно, а почему она работает, всем известно, да, что эмоции, живя в нас, они требуют выхода, да, вот когда мы злимся, нам охота иногда нагрубить, можно это сделать конструктивным способом, взять листок бумаги и выписать, как будто бы ты общаешься с человеком, но в этот момент этим человеком становится бумага, это конструктивный способ освобождения, допустим, от агрессии, то же самое со страхами, это же тоже эмоция, причем сильнейшая и мощнейшая, естественно, она требует выхода, а какой выход у эмоций? Только через наше тело, поэтому прописывание своих страхов, оно и помогает конструктивно реализовать эту энергию, она просто выходит из тела, и ее больше нету, как и страха. Как и страха. Вот смотрите, сколько таких простых, но действенных методик есть, которые мы можем с вами ежедневно применять, и от этого жизнь становится интереснее, ярче и лучше. Абсолютно, причем вам не надо специального помещения, вам не надо платить деньги, вы можете это делать в автобусе, вы можете это делать, сидя в кафе, вы можете это делать где угодно и когда угодно. Это же очень здорово. Давайте, теперь ваша очередь. Так, какую еще методику вы предлагаете нашим слушателям по борьбе со страхами? Какую еще методику по борьбе со страхами? Поговорим, может быть, про детей? Давайте. Потому что очень часто родители чувствуют напряжение и одновременно беспомощность. А мы, родители, всегда хотим помочь нашим детям. Я хочу рассказать свою историю. Сыну было года три с половиной, и он прекрасно спал в своей комнате. Вдруг в какой-то момент он начал прибегать к нам в комнату и спать вместе с нами. Я, естественно, задалась вопросом внутри себя, что происходит. Никак не могла найти это. Я уже подумала, никаких стрессовых ситуаций дома не было. В садике поспрашивала, тоже все спокойно. Что произошло, непонятно. А потом одна женщина мне говорит, слушай, а может быть, он ангелов видит? Но я как мама думаю, ну, правда, что же отрицать? Всякое бывает. Я не вижу, а вдруг что? Я решила так спросить сына, а ты ангелов, может быть, видишь? Он говорит, да. А я такая наивная. Они, наверное, такие красивые. Он говорит, мама, они страшные. Я говорю, почему? Они огромные. Я не знаю, что видел мой сын, но самое важное, я ему сказала, а давай мы попросим и скажем вместе, вы меня пугаете. Пожалуйста, не пугайте меня. То есть мы учим ребёнка договариваться со своими эмоциями. Потому что, помните, в начале программы было сказано, что страхи детей иррациональны. Логическим умом и умом взрослого человека их не понять. И бесполезно говорить ангелов, нету, ты их не видишь, тебе приснилось. А ребёнок в этот момент действительно что-то видит, и это правда его жизни. И когда мы говорим, ты этого не видишь, этого на самом деле нету, ну что, вот смотри, никого нету. Мы что делаем? Обесцениваем чувства ребёнка. Таким образом ребёнок учится блокировать свою чувствительность, а потом во взрослом возрасте учится её возвращать. Более того, ребёнок чувствует себя очень одиноким, когда мы так говорим, наедине со своим страхом. А когда мы присоединяемся и говорим, да, и учимся договариваться, тогда этот страх и исчезает. Вы знаете, с этого момента ребёнок стал спать, сам в комнате перестал бегать к нам. Отлично. Да, и ещё один способ, я тут проговорилась уже, присоединиться. Вы знаете, это очень ценно. Ведь дети воспринимают нас, взрослых, очень большими, идеальными и всемогущими. И когда мама или папа говорит, друг мой, обращаясь к своему ребёнку, ты знаешь, бояться – это нормально. Я когда был маленьким, я тоже боялся. А потом это прошло. Что в этот момент происходит? Не вы становитесь маленькими, а вы ребёнка взращиваете до состояния силы. И ребёнок понимает, даже папа такой сильный, или даже мама такая красивая и добрая, боялась. Значит, со мной, с малышом имеется в виду, всё в порядке, и я с этим справлюсь. Конечно. Ещё один способ. Используйте. Спасибо большое, Оля. Ну и ещё, совсем недавно читала исследование, оказывается, что и взрослые, и подростки чаще всего заявляют о том, что у них есть страхи, и озвучивают их. И когда у них замеряли самооценку, то это люди с заниженной самооценкой. Поэтому тоже такая прямая, оказывается, составляющая, что если вы повышаете самооценку, то у вас и становится меньше страха. Прекрасно. Более того, это тот самый способ, как вначале было сказано, легко сказать, как это пройти сквозь этот страх. Только вот так вот, да. Повысьте свою самооценку. Сделайте конкретные дела. Сделайте конкретные шаги, да, для того, чтобы у вас появились вот этот самый опыт, вот эти ресурсы, да, и вы, опираясь на всё то, что вы взрастили в себе, да, уже смелее смотрите на этот мир. Да, он иногда бывает очень пугающим, да, но он так прекрасен. Он прекрасен, это однозначно. Мы продолжаем программу практической психологии. Сегодня я говорила о страхах и о фобиях. И мне этот разговор сегодня помогает всеми цветами радуги раскрасить психолог-психотерапевт Ольга Ища Слевцева. Оля, про страхи всё рассказали в первой части нашей программы, а вот давайте сейчас перейдём к такими более, я бы сказала, серьёзным, да, то, что называется фобиями. Итак, чем у нас фобия отличается от страха? Это понимание, наверное, того, что если в первой части это эмоции, да, то в фобиях это уже такое психическое состояние, да. И мы чаще всего говорим, что если у человека есть проявления фобии, которые уже на телесном уровне, да, например, там учащаются сердцебиение, вот эти приступы там панических атак, ещё чего-то, да, то тут уже психолог параллельно с психотерапевтом, с медикаментозным лечением, да, но мы сегодня с вами рассматриваем с точки зрения психологии. С точки зрения психологии, да. Итак, что же у нас за фобии есть? Фобий, на самом деле, такое огромное количество, что создана даже масса классификаций на эту тему. Ну вот я хочу так несколько озвучить. Ну, например, страх старости. Так. Что самое интересное, молодые люди почти что не подвержены этому страху, страху старения, а этому страху подвержены люди и мужчины, и женщины в возрасте зрелым, и мужчины после 50. Мужчины? Да, вот женщины зрелого возраста, то есть вот 40 плюс, а мужчины от 50 лет подвержены этому страху. А как этот страх проявляется? А вот этот страх, он проявляется, то есть женщины, например, они боятся не потерять вот своё женское оружие власти на мир, а они боятся потерять то, что за ним следует, внимание особое, повышенный интерес. Да, может быть, даже подарки какие-то. То есть они боятся потерять вот внимание, боятся потерять вот это общение, взаимодействие. А мужчины, они, это связано с темой потенции, потому что природная наша функция у женщин это рождать детей и взращивать, а у мужчин это потомство производить, что ли. Поэтому у мужчин это страх именно связанный с потенцией. Более того, я хочу ещё заметить, что это не только физиологические наши функции, это всё-таки ещё и социальные роли. Поэтому это страх потерять привычные социальные роли, которыми мы живём многие-многие десятилетия. Вот смотри, сейчас ты сказала про такие вещи, я вспомнила, читала литературу о том, что девушка в возрасте 35 лет, значит, эта ситуация жизненная описывается, значит, дожила до 75, но с возраста от 35 лет до 75 не смотрела в зеркало. То есть она себе запрещала, она не смотрела на отражение витрин, ещё что-то. Это, наверное, как раз одно из проявлений, да? То есть я боюсь видеть вот эти какие-то изменения, которые... Я не желаю признать, что в моей жизни есть изменения. Мы опять-таки чего боимся? Повторюсь ещё раз, мы боимся того, что ещё не произошло. И мы боимся, вот, например, у человека есть опыт детского периода жизни, у человека есть опыт подростничества, там понятно, как себя вести, какие эмоции, чувства, что происходит. Этого мы уже не боимся, но мы понятия не имеем, например, в свои 35 или в 40 лет, а как это будет в 70. И боимся, что мы чего-то теряем и забываем о том, что мы очень многое приобретаем. Да, так вот ещё раз повторю, что фобия – это расстройство, при котором человек испытывает болезненный страх, вынуждающий его избегать относительно безопасных объектов или каких-либо ситуаций, которые даже могут и не случиться. Но что? Ещё фобии у нас делятся на социальные фобии и на простые. Что? Вот мне понравилось, я хотела бы сейчас больше уделить, наверное, внимание, как раз фобии открытого пространства. Агорофобия. По-научному она называется. Страх открытого пространства. Поскольку мы вот в начале программы, в первой части говорили о том, что есть страхи детские, они связаны с тем, что ребёнок воспринимает себя как часть этого мира, и это страхи иррациональные. Есть подростковые страхи, и они связаны с тем, что человек себя воспринимает уже этим пространством, и поэтому он боится этих пространств. То есть он через этот страх, получается, что призван познать себя, поэтому может возникать страх, например, выступлений, страх знакомства с новыми людьми. В целом страх открытых пространств, и человек даже не может выйти из дома. И как эта агорофобия, она на телесном уровне проявляется. Это телесная симптоматика. Может, например, учащаться сердцебиение, появляться что-то похожее на головокружение. Оно называется системное головокружение. Оно отличается от обычного, когда мозжечок барахлит. Вот агорофобия – это другое головокружение. То есть это ощущение, что всё как-то плывёт, кружится, и я не могу себя контролировать. И действительно, эти эмоции бывают не подвержены контролю. Вот прямо сейчас хочу остановить тебя, да? Хорошо. И рассказать историю, ну так, не сегодня откровенно, да? Историю своей жизни, как этот приступ агорофобии случился в моей жизни. Итак, это было давным-давно, когда радиостанция, одна радиостанция отмечала свой день рождения. И день рождения был на театральной площади. Представляешь, то есть идёт дождь, вся театральная площадь забита людьми с зонтами, и я стою на сцене. Это был мой такой вот открытый первый опыт. Я стою с микрофоном, и я понимаю, что сейчас я должна что-то сказать людям, да? Там какой-то провести конкурс, ещё что-то. Но чувствую, что ноги у меня, то есть ног я совсем не чувствую. Вот этот в ушах и в груди один удар сердей, там, тум, 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 вот эти, да? И вот это состояние, как ты сказала, головокружения. То есть я понимаю, что вот сейчас я просто потеряю сознание и не справлюсь. Я не могу контролировать эти процессы. Но как назло сознание почему-то не теряется. Оно не теряется. И мне кажется, что какой-то мой вялый язык, и вообще не я, кто-то за меня говорит о том, что там, я рада вас видеть, да? Если вы мне тоже рады, поднимите зонтики, да? И вот это, когда я увидела, что вот это море, театральная площадь, вот это море зонтиков поднимается и колышется, оно разных-разных цветов. Я понимаю, я могу вот сейчас, в данный момент, я контролирую всех этих людей. То есть они слышат меня и отвечают мне, так неужели я не могу собраться, что это я за трёпка такая, сейчас соберусь и проведу этот самый конкурс. Вот для меня это была такая своего рода победа над собой, да? И после этого я перестала вообще бояться всего микрофона, людей. Я уже в состоянии в таком, что я получаю от всего. Даже если где-то я запнулась или где-то что-то у меня не получилось, я даже от этого уже получаю огромное удовольствие. Вот в этом, вот ещё раз ответ на вопрос, как пройти сквозь страх, просто начать делать. Да, действительно, то есть этот страх, например, агорафобия, страх открытых пространств, он может возникнуть совершенно неожиданно, когда вроде бы в твоей жизни, ну, всё нормально и всё как обычно. Этот страх, как мощнейшая энергия, развитие, он и призван двинуть человека вперёд. И у кого, кстати говоря, появляются такие страхи? Очень интересно, что вообще этот страх на самом деле свойственен огромному количеству людей на нашей планете Земля. И так или иначе мы все действительно боимся, например, выражать свои чувства публично. Мы боимся быть отвергнутыми, мы боимся быть осмеянными, мы боимся, в общем-то, опозориться в глазах других. И однако… То есть вообще принятие, да? Да, 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 то есть это тема принятия себя как части этого мира, и что мы все едины. Но для того, чтобы это принять и понять, надо прожить этот опыт. И оказывается, не для всех людей, хотя и для большинства, свойственен этот страх. Для кого же он вообще свойственен? Очень интересную нашла заметку, что вот таким страхом публичных выступлений, вот страх агорофобии, точнее страх открытых пространств, свойственен людям с образным мышлением и людям с системным мышлением. То есть люди образного мышления – это люди творческие, и вообще-то им сам Бог велел выступать публично. Но по каким-то причинам у них есть на эту тему… Запятая. Запятая, да. То есть я себе почему-то не разрешаю, да? Ну, например, это же удовольствие, как ты сказала, да? Огромное. Да. Мог быть страх на удовольствие, испытывать удовольствие нельзя. Или запретно. Стыдно. Это откуда берется? Конечно, из детства родителями, да? А, например, люди с системным мышлением – это люди интеллектуального творчества, это люди технического какого-то склада. Им важно быть профессионалами. Поэтому у этих людей страх и агорофобия возникает когда? Когда они боятся показаться непрофессионалами. Когда боятся сесть в лужу и показаться глупыми и смешными. Поэтому люди с таким системным типом мышления, они вообще высокие профессионалы, к этому стремятся. И, собственно говоря, проходя страх публичных выступлений или открытых пространств, они просто усиливают свой профессионализм. А люди творческие наконец-то позволяют себе наслаждаться. Кстати говоря, это внутренняя мотивация руководителей, если вы слышите. Действительно. Это ключ. Вот видите, оказывается, даже в страхах столько силы, мощи и ресурсов. Ресурсов, творчества. Поэтому ни в коем случае не… Ну а мы опять немножко скатились от состояния… Да, давайте сразу же проговорим, точнее в окончании нашей программы проговорим, что любая фобия, она ведь тоже имеет разную степень. То есть мы сейчас с вами говорим про такие легкие степени, которые можно, например, тем или иным образом трансформировать, помогать. Но есть и тяжелые степени, которые я уже в начале программы говорила, с которыми человек не может сам справиться. Поэтому мы его направляем к специалистам, да, к психотерапевту. И некоторые есть такие фобии, которые даже, бывает, приходится подключать медикаментозное лечение, да, но и сопровождать психотерапию. Естественно, потому что, опять-таки, мы же и тело, и душа, и эмоции наши идут, поэтому эффект, результат достигается при целостном подходе, воздействии и на душу, и на тело, и на мысли, и на манеры поведения. Ну что, вот такая у нас сегодня получилась программа. В завершение, наверное, еще несколько рекомендаций вы можете дать. Есть еще что рассказать для наших слушателей? Да, маленький итог. Вот просто нужно запомнить, что страхов нет. Это всего лишь энергия, требующая движения. Это энергия, которая сообщает вам, дорогой мой друг, я тебя очень люблю, тебе пора двигаться, тебе пора выходить из зоны своего болота. Если мы, конечно, говорим о тех страхах, которые человек способен внутри переварить и обработать сам. Поэтому я желаю только одного – научиться прикасаться к этим страхам и двигаться в удовольствие, в результаты в своей жизни. И я напомню такую строчку, с которой мы начали сегодня программу – «Нет ничего приятнее исчезающего страха». Если он вдруг у вас появился, то знайте, что он также может и исчезнуть. Главное – понять, для чего он мне в этой жизни, и что мне нужно сделать для того, чтобы его не стало. Совершенно верно. Ведь в страхе есть и ответ. Ну что, спасибо большое. Сегодня в программе «Практическая психология» мы с психологом-психотерапевтом Ольгой Счастливцей разговаривали о страхах и о фобиях. Ну а я, Надежда Бушмельева, практикующий семейный психолог, приглашаю вас на свою страничку в Фейсбуке, ну и, конечно же, на сайт радиостанции, нашей радиостанции. Всего доброго. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин